МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любите и умеете готовить? Тогда приходите на кастинг шестого сезона Мастер-Шеф. Мы ждём именно вас! Мы заходим на кухню Мастер-Шеф, но у меня очень радостное настроение, потому что моя команда выиграла. Мы хорошо поработали, не сгадали ли так. Сидя, вы молодцы. Поднимайтесь на балкон. Да. Почнемо наше голосование с капитана. Начинаем. Голосует козырь. Сейчас, думаю, будет за меня. Кива, конфитюр ты делал 40 минут. Один конфитюр. За Киву. Потом я иду. Даже если бы у нас вся команда была в белом, я бы голосовал против тебя, потому что ты вообще... Сделать только конфитюра, которой было очень мало. Очень мало было. Вова. Потом идёт циля. Ну, циля уже ясная дьявола. 150 грамм конфитюра – это очень мало. Я попросила тебя сделать конфитюр для моего одного блюда, потому что ты занимался нашими соусами, и ты не смог его сделать. Ой, весело, 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 весело. В принципе, тут уже всё ясно. Мне, во-первых, нет против кого голосовать. Я могу только против тебя, и этим всё сказано. Что ты тут уже думаешь? Четыре человека против меня, и типа я в чёрном. Ты погоджуешься с решением команды? Ну, если так решила команда, то да, значит, это их решение. То есть я не имею права её спаривать. То есть окей. Я сказала, что я согласен, но на самом деле, блин, я не согласен. Конфитюр я поверил первый раз в жизни, и типа он вышел хорошим. Но Саша Диамонштейн, он просто замесил бусфет. Просто отделить яйцо от желтка, взбить, добавить сахар, муки и всё. И запечь это всё. Реально? Саша Диамонштейн, ты единственный человек в красной команде, на котором нет чёрного фартука. Давай. Иди сюда, Циля. Я боюсь уже. Какие капусты. Сегодня в чёрном был. Я, Кива, Циля и Влад. Мы вроде там были все равны. Может, где-то я лучше, где-то они лучше. Типа непонятно было. И вылетит здесь мух каждый, смотря какое, типа, задание. Я дрожу, потому что я чувствую, я чувствую, понимаешь, когда у меня плохое предчувствие, я чувствую, что-то вот неладное. Ну, я ощущусь уже, что-то вот неладное, не знаю, ну, какой-то конкурс не такой. Я смотрю, а там пять стоит блюд под баранчиком. Я такой, причитался, раз, два, три, четыре, такой, смотрю, пять блюд. Раз, два, три, четыре, такой, четыре человека, пять блюд. Что? Что за... Что будет вообще? Непонятно. Вектор выходит такой лоран, аж третий глаз у него на лбу вырос. Татьяна выходит с тетоскопом, такая аж тоже детский врач. И Николай, знаешь, тоже окулис такой. Бац, в глаз можно поцелить. Эта штучка, я не знаю. Да уж. Я думаю, господи, что не лечить, что не буду делать. А мы как-то с зефиркой стояли и думали, наверное, какая-то кухня вегетариантская. Или какая-то низкокалорийная, здоровое питание. Что-то мы с ним стояли, думали там. Существует расхожая фраза. Мы – это то, что мы едим. Мы хочем побыть врачами. Хе-хе-хе. И мы будем сегодня говорить о полезности продуктов. Начнем с первого продукта, который полезен. Это телятина. В 100 граммах этого продукта содержится 19 грамм белка и всего 2 грамма жиров. Мясо, в котором 19 процентов белка. И оно полезное. Татьяна говорит, но это уступает очень сильно крыльчатине. Белка, который является строительным материалом, в нем 21 грамм. Впрочем, даже это диетическое мясо значительно проигрывает курицу. Совершенно верно. Куриным филе. Первое мясо идет в мясо хролика, потом это куриное филе, потом эктор. Но Та три попередние продукты не идут в жодное поревняння с теми ингредиентами, что остались у меня. Под этими баранчиками есть продукты, которые еще более полезны, чем все предыдущие. Дам подказку. В одному грамме этого продукта местится всего лишь 6 калорий. Тодиак белка в нем аж 50%. В этих продуктах содержится фосфор, кальций. И столько всего он перечислил, что ну, заполнить невозможно. Витамины, фосфор, кальций. Это белая рыба. Это белая рыба. Белая рыба, да. Открывает. В первой тарелке я вижу гречку, а в второй тарелке я вижу миску с какими-то черными варениками. Солю, что эти черные вареники, они двигаются. И понимаю, что это жуки. Червяки и тараканы. Это тараканы. А это червяки, по-моему. Боже мой, спасибо, что я в белом. Какие красивые! И там, там, короче, вот такие вот просто вот такие мадагаскарские тараканы. И целая миска маленьких, маленьких таких длинненьких зоофобусов. Мне нравится! Они такие ужасные! Это не передать. Они так воняют, они так ужасно выглядят. Это просто ад. Класс! Тараканок очень много белков. Ужасно! Они там что-то шевелят, вот эти усы так вот тут туда, оно так вот шевелится, там червяк вот так вот тут ползает. Ну, оно настолько мерзкое! Фу, ну как! Ты, я, я, какая красота! Какие красивые! С макута! Была бы там я, это... Я бы пищала так, что на весь павильон было бы слышно. Это кошмар. Мы усвятомлюемо, что эти продукты для вас надто экзотичны, поэтому сегодня не просим от вас никаких экспериментов. Вы должны приготовить очень конкретную и популярную страву... Паттай. Паттай – это лапша паттайский с овощами, но в нашем случае она сделана из вот этих маленьких червей-зоофобусов, которые перебиты в муку и типа замешано из них тесто. Перетирать червяків у борошно начали тайцы в другое святое війни. Тем самым они врятувалися от голоду, адже этого продукта у них было в досталь и он почти ничего не стоял. Продуктовая кризиса минула, но страва полюбилась и стала популярной в всей Азии. А это в червове доводит, что не бывает несмачных продуктов. Бывают просто невмелые шефы. Рядом лежат жареные внутренности мадагаскарского таракана, белок. и к этому всему идут соусы с тамаринда и микрогрин. Пропонуемо вам как след раздивиться и посмаковать нашу страву. Легко! Ваша лапша має стати коричневою завдяки додаванню борошна с червяки. А от старганів треба добути белок и обсмажити его у кляре. Він збереже структуру цього нежного продукту. таракана попробую попробую тебя или нет. Не опасно. Она вкусная! Тараканы вкусные! Вроде выглядит нормально, но тараканы! Все необходимые ингредиенты вы найдете под коробками. На работу у вас будет 45 минут. Да! Желаю вам удачи! Капец! Что будет сегодня? Ужас! Ужаснейший! Время пошло! Реально задание сложное и психологически и морально. Типа если ты боишься насекомых и все. Убивай! Козак сразу верещать начал, сразу там в истерику полном общал, а отбежал туда, даже подходить боялся. ой, шикарно, боже, шоу начинается. Как их вытащить? Фу! Просто фу! Типа, я боюсь больших тараканов мадагаскарских. Маленьких вообще нет. Там, червей не боюсь. Вот именно мадагаскарского таракана я очень боюсь. ужас какой-то. И я понимал, что будет трудно мне. Ё-моё, они живые. Я уже слушаю, ааа, боже мой, они шевелятся. Думаю, господи, а что вы думали, что вам сразу их забили и просто их поделать? Они из признанных. Я лучшая, чем все остальные. Я открыла свою коробку. Я вижу, то они нормальные ну вот черви они до немного двигались я взяла значит сито сделала такое устройство положила миску положила и под проточной водой долго промывала нося сама промывалась она не вылезала и все было нормально ребятки я вас всех очень люблю тараканов я не хотел сразу готовить я хотела чуть-чуть подождать чтобы сначала разобраться со всем тестом с ими годами а потом с другими частично то что я орала это было справа потому что это ужасно страшно не мерзкий но частично понимаю что паника в принципе это то что как бы может быть даже не придется просто если один человек орет все отвлекаются и видишь своему страшно и им становится страшно и типа частично я просто боялся а частично я просто специально орал чтобы все начали орать и паниковать поиграй играй давай на камеру посмотри как он играет на камеру я первым делом беру наш героический так открываете тараканы нюхаю а не фу и надо промыть цели на грушлаг и шкини промой я знаю мне рассказывать лучше в туалет я не знаю лучше в туалет на на дачу на улице за куда-то который уже начислили за 40 лет пахнет чем вот это вот они все расползаются они все расползаются расползаются они шипят подлинки они шипят стал вова собрался и радует развязываю эту нитку открываю они лезут с одной стороны ну у всех то есть какие-то фобии бои боязни я тоже на этом красеком не очень боже мой бедные африканские люди азиатские господи но саша козырь сегодня вообще типа ну я думаю что будет взять цели и влада цели там повезет только сначала влада тоже чуть-чуть а саша козырь просто он где-то первые полчаса он просто плакал боялся пытался что-то как-то обойти этот процесс да там делать что-то другое ты думаешь что они такие веселые все миской накрыла они же вылазят я же беру ситу они по ситу лезут ко моему руку я такой выкидываю такой ладно я смогу опять они опять ко мне лезут мне очень страшно потом один упал мне говорят там балкон бей бей он размахивал рука от отбегал на 100 метров шпакал их ногами еще пищал что-то своим бесклявым голосочком все мы видели что он притворяется что театр одного актера один короче у меня упал на пол и навсегда короче поселился на этой кухне один упал я его задавил просто ногой одного я вообще взял миску как долбанул по нему стоять стоять живучие гады поэтому пришлось их я разорил сковородку очень сильно беру выкидываю они давай шипеть на изгора на а сковородки сдохни а а что они все пожарились быстро померли это все все теперь на этой кухне нет ни одного живого таракана они померли шутки уберись да блин пацаны вы орете больше чем баба и орали в основном мальчики то есть я смотрю на владу которая стоит в самом конце она спокойно себе тихо без паники берет таракана мой ты в жаре там все все хорошо нормально все нормально а стой червячков она сама первого поставила их в духовку вообще ноль гипиша просто стыд и готовить себе думаешь вот это нас правда как можно не бояться таракана господи Влада угостишь пюре легко я понимаю что козырь там короче орет уже на балкон это я не буду орать все нормально взяла я этих червей выстрелила на две гастроемкости чтобы она быстрее просушилась Христенко кто ты достала червяков да потом я взяла значит еще тараканов я их обрезала и думаю все надо разогревать значит сковородку разогревать волк чтобы уже все жарить немного соли Влада everything under control я уже всех тварей приготовила беру я значит слепляю колобочек обливаю значит в яйце добавляю крахмал потом еще в панировочных сухарях ложу одну штучку чтобы посмотреть какая реакция реакция нормальная делаю еще такие два колобочка зажарила поставил сковородочку разогрел в масле а ну сидеть тварюха а ну сидеть всех туда швырнул все пусть там уже будут сына да ну не отвлекайте вы меня потом еще я беру наши червячки беру я их фу они еще в мир же аааа они такие мелкие шевелятся с такими чертыми чаточками я такой фу какая гадость фу аааа ааа ааа беру ларочкой туда 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 опять промываю аээх какое оно мерзкое Папа, ты сейчас ничего не сделаешь и уедешь домой. Смотри, чтоб ты домой не уехала. Наши маленькие кулинары очень стараются, чтобы вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите ни минутки этих невероятных эмоций.